Сына и Святаго Духа Из проповеди Святаго Иоанна Затаустого на книгу Бытия По мысли в самом деле возлюбленный, какой Авраам удостоился награды за все добродетели, какие показывал продолжение всей своей жизни и какое снисхождение являл ему Господь, показывая всем нам события в жизни этого праотца и великой своей щедрости и то, что если мы сделаем с своей стороны хотя бы немногое Он безотлагательно награждает нас великими дарами Только бы мы показывали в себе искреннюю веру, как этот праведник и никогда не колебались в помыслах, но имели дух постоянно твердый Так и Авраам прославился Послушай, как блаженный Павел прославляет его веру, которую он показал себе с самого начала Верую, говорит он, Авраам, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет Евреям 11.8 Обращай наше внимание на то, что сказано Богом Выйди из земли твоей и иди в землю, которую я покажу тебе Видишь ли веру твердую, видишь ли дух чистосердечный Будем подражать и мы ему Удалимся мыслью и желанием от дел настоящей жизни И направим путь свой к небу Ведь мы можем, если только захотим И здесь живя, быть на пути туда, к небу Когда станем делать достойный небес Когда не будем иметь пристрастия к благам мира Когда не будем искать суетной славы в настоящей жизни Но презирая ее, почимся достигнуть иной славы, истинной и всегда пребывающей Когда не будем заниматься роскошью одежд и заботиться об украшении тел Но всю эту заботу о нынешнем украшении перенесем на попечение о душе И не потерпим, чтобы она оказалась у нас ногою и лишенную одежды бродетели Когда будем презирать небу, бегать чревоугодия Не будем гоняться за пившествами и обедами Но будем довольны необходимым по апостольскому наставлению Имею пропитание одежду Будем довольны тем 1 Тимофеев 6.8 Какая польза, скажи мне, в излишестве В том, чтобы от пресыщения разрывало чрево Или от неумеренного употребления вина расстраивался рассудок Не отсюда ли рождается всякое зло и для тела, и для души Отчего эти многоразличные болезни и расстройства Не от того ли, что приступая к миру, мы обременяем чрево слишком тяжелым грузом Отчего также прелюбодеяние, блуд, хищение, любостяжание, убийство, разбои и всякая порча души Нет того ли, что мы домогаемся больше надлежащего Как Павел коренем всех зол назвал сребролюбие Так не погрешит тот, кто источником сел зол Назовет неумеренность и наше желание во всем перейти за пределы нужды Действительно, если бы мы захотели и в пище, и в одеждах, и в жилищах И в других телесных потребностях не искать ничего излишнего, а только необходимого То от многих зол освободился бы рот человеческий Я не знаю, отчего каждый из нас более или менее подвержен болезни и любостяжании И никогда не старается ограничиться необходимым Но, вопреки апостольскому наставлению, имею пропитание и одежду Будем довольны тем Мы все делаем так, как будто не знаем, что за все превышающее необходимую потребность Должны будем отдать отчет и ответ Как неподлежащим образом употребляющие то, что нам даровано от Господа Не наше ведь только наслаждение мы должны употреблять на то, что Он даровал нам Но и на то, чтобы облегчить нужды ближних Итак, какого прощения достойны могут быть те, которые показывают изнеженность в одеждах Стараются облекаться шелковыми тканями А что особенно худо еще гордятся этим Тогда, как им следовало бы стыдиться, страшиться и трепетать Что не по нужде и не для пользы облекаемся такими одеждами Но для ниги и тщеславия Для того, чтобы удивлялись им на торжищах Человек, имеющий одинаковую с тобой природу, ходит ногой Не имея грубой одежды, чтобы прикрыться Но тебя и самая природа не влечет к состраданию Ни совесть не побуждает к вспоможению ближнему Ни мысль о том последнем страшном дне Ни строгиены, ни величия обетований Ни то, что общий нас Господь Все оказанное нами Близнец усвояет себе Но как будто имея каменное сердце И будучи чуждой той же природы Такие люди, облекаясь дорогие одежды Думают, что становятся уже выше человеческой природы Они помышляют, сколь великой ответственности Подвергают себя Худо распоряжаясь тем, что им верено от Господа И охотнее, дозволяя моле истреблять свои одежды Нежели желая дать какую-нибудь часть из них сарабам И таким образом уже приготовляют для себя Жесточайший огонь гиенны Если бы даже богатые все, что у них есть Разделили бедным И тогда не избегли бы наказания за то, что делают Роскошествоя в одеждах и пиршествах Какого в самом деле наказания Недостойны те, которые всемирно стараются Как можно чаще облекаться в шелковые и блестящие золотом Или какие-либо иначе изукрашенные одежды И в них гордо выступают на торжище А Христа оставляют пренебрежение Ногово и не имеющего в достатке даже необходимой пищи Эти слова я особенно обращаю к женщинам У них мы находим наиболее страсти к украшениям и неумеренности К тому, чтобы облекаться в золотые одежды Носить золото на голове, на шее и прочих частях тела И этим чеславиться Сколько бедный, скажи мне, могло бы напитаться И сколько обнаженных тел могло бы прикрыться только тем Что привешивается к ушам женщин без всякой нужды и без пользы А только ко вреду и порче душе Вот почему и учитель вселенной сказал Имея пропитание одежду Так же обращает слово к женщинам и говорит Жены, да украшают себя ни плетением волос Ни золотом, ни жемчугом Ни многоценную одеждою 1 Тимофею 2.9 Видишь, как он не хочет, чтобы они украшались такими одеждами Облекались золотом и многоценными камнями Но чтобы старались об истинном украшении души Добрыми делами возвышали ее красоту А не показывали ее при заботах об украшении тела В нечистоте, в грязи, во вретище И стомленную голодом, изнуренную от холода Такая забота о теле и такое украшение его свидетельствует о безобразии души Роскошь тела обнаруживает глад души Богатство ее одежды выставляет на вид ее наготу Невозможно ведь, чтобы тот, кто печется о душе И дорого ценит ее благообразие и красоту Заботился о внешнем украшении точно так же Как невозможно занятому наружностью и красотой одежды Золотыми украшениями Приложить надлежащее старание о душе В самом деле Может ли когда-либо возвыситься к познанию своих нужд Или войти в размышления о предметах духовных душа Совершенно предавшая себя земному Присмыкающаяся, так сказать, по земле Никогда не могущая вознестись мыслью к горе Но поникшая долу под собственной тяжестью бесчисленных грехов А сколько отсюда ждается несчастье Невозможно теперь изобразить словом Это следует предоставить сознанию самих тех Которые слишком заняты уборами Сколько скорби они получают отсюда каждый день Так, если повреждена будет какая-нибудь золотая вещь Великие шумы смятения обнимает весь дом Слуга ли украдет На всех падают бечи, удары и узы Завистники ли какие мысли в зло нечаянно лишают имения Опять великая несносная печаль Случаются ли несчастья, которые повергнут богатых в крайнюю бедность Жизнь для них становится тяжелее смерти Случится ли другое что-нибудь Все причиняет великую скорбь И вообще невозможно найти спокойной души в тех Которые занимаются такими вещами Как волны моря никогда не прекращаются И не могут быть исчислены Так как непрестанно следуют одна за другую Так невозможно перечислить И все рождающиеся отсюда беспокойства Будем же, умоляю вас избегать во всем излишества Не преуспевать пределов наших нужд Истинное богатство, неускудеваемое Имение состоит в том, чтобы желать только нужного И надлежащим образом употреблять излишнее Такой человек никогда не может опасаться бедности Не будет терпеть скорбей и испытывать беспокойство Он будет безопасен и от клеветы Свободен от злоумышленников И вообще сказать, будет жить в невозмутимом мире Наслаждаясь спокойствием и тишиною И что всего важнее и выше всех благ Такой человек получит много милостей Божиих Как верный сораспорядитель имения своего Господа Блажен сказано, раб тот, которого Господин его найдет Поступающим так Лука 12, 43 То есть разделяющего имение между сорабами Не запирающего за дверями и замками Не оставляющего в пищу червям Но облегчающего нужды бедных Управляющего дарованным от Господа так Как свойственно доброму и верному приставнику За такое доброе распоряжение мы получим великую награду Достоимся обетованных благ Благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу и Святому Духу слава держа во честь Ныне и пресно и во веки веков Аминь Аминь Аминь